Только верь в путь Отца, пастор Томас Шаллер. Этим утром мы будем говорить об Отцах. Мы начнем с Псалма 84, 11 стих. «Милость и истина встретились». «Милость и истина» — это два очень важных слова. Они встретились. «Милость и истина». Для Отца очень важно иметь истину. Истину от Бога, истину духовной жизни, которая резонирует в Его сердце. Христос — путь и истина и жизнь. Это фундаментальное основание в жизни Отца и в Его влиянии на других. Бог есть Бог истины. И вся Вселенная основана на истине. Истина невероятно важна. И ее влияние на сердца людей. Вы спаслись, и Христос вошел в вашу жизнь. Затем Библия открылась вам и начала говорить с вами. Вы стали понимать ее в Духе. Вчера мы были на Благовестии в Эссексе. Мы взяли с собой пластиковые стулья, аудиосистему, воды и бесплатные Библии Гидеоновых братьев. Я сидел на стуле и читал первую главу Евангелия от Иоанна. Когда я читал, я не повышал голос, не проповедовал, но просто читал. На улице никого не было, только окна домов, часть из которых были открыты. И я думал о том, что Слово Божье является чудом для этого мира. Слово Божье может проникнуть в ухо человека, коснуться его сердца. Слово Божье. В течение 45 минут мы сменили три места, где читали Библию. Мы видели, как люди выходили из домов. Некоторые группы обсуждали нас. Одна девушка-подросток приняла Иисуса в свое сердце, также еще другая женщина. Это так просто, потому что истина и милость встретились. Я прочитаю вам одну печальную историю. Печальную. Но не совсем. В ней говорится, бездомная собака пришла к дому проповедника. Его три сына стали рассматривать ее. Недавно в объявлении было написано, что пропала собака с тремя белыми прядями в хвосте. Эта собака подходила полностью к описанию в газете. В присутствии трех сыновей проповедник осторожно удалил три белые пряди из хвоста собаки. Хозяин собаки проходил мимо и вроде бы узнал свою собаку, но проповедник сказал, «Разве вы не написали в объявлении, что у собаки три белые пряди в хвосте?» Хозяин не смог найти этой отличительной особенности и удалился. Проповедник сказал, «Мы оставили собаку у себя, но я потерял трех моих сыновей». Его сыновья больше не доверяли ему из-за того, что он так поступил с собакой. Он не жил так, как он проповедовал. В чем смысл этой печальной истории? Что упустил проповедник? Он упустил честность и истину в глазах своих сыновей и явил обман. Что же значит быть отцом? Это очень серьезный вопрос. Отец не должен идти на компромисс с истиной, обманывать, лгать и так далее. Когда Иисус вошел в вашу жизнь, милость и истина встретились. Когда Иисус вошел в этот мир, в нем встретились милость и истина. Можно так сказать, Бог Отец милость, а Иисус истина. и они встретились. Можно сказать и так, Бог истина, а Иисус милость. То и другое правильно. И эти два слова очень важны. Милость и истина встретились. Может быть, это определение для характера Бога. Бог истина, но в то же время Он милость. И эти две стороны Его характера идут вместе. В вашем служении вы говорите, мне нужна истина, но мне также нужна милость и доброта. Подросток говорит, мне нужно, чтобы мой отец любил меня, когда он обучает меня истины. Мне нужно, чтобы мой отец был милости в камне и не судил меня, когда я ошибаюсь. Милость и истина удивительная комбинация слов. Следующий, одиннадцатый стих. Правда и мир целуются. Праведность и мир целуют друг друга. Может быть, в следующий раз, когда вы захотите поцеловать свою жену, вы скажете, ты будешь праведность, а я мир. Праведность. Мы можем поставить слово праведность рядом со словом истина, а с другой стороны милость и мир. в любом случае это две параллели. Проповедник в истории с собакой не явил праведность и потерял своих сыновей. Это должно послужить вам и мне. Мы приходим в церковь из-за того, что мы жаждем праведности, но не такой праведности, которая будет осуждать меня, но которая будет дана мне по милости и благодати. Тогда в моей жизни появится покой Божий. Недавно я читал о живых сущностях на небесах в Откровении 4. О них сказано, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Сидержитель» Откровение 4.8. Я подумал, конечно, они духи и не нуждаются во сне или отдыхе, так же, как Бог, ибо Он есть Дух. Мы с вами плоть, и нам нужна постель, нам нужна пища. Помните, как Давид встретил одного человека, который не ел три дня? Они дали ему поесть, и он ожил. Мы знаем, как чувствует себя человек без пищи и без воды. Бог Дух, и Он стал человеком, и родился в человеческом теле, это Иисус. Он отдыхал у колодца Иоанна 4, был голоден Матфея 4, спал в лодке Марка 4. Он испытывал на себе всю хрупкость человеческого бытия. Это было невероятное действие смирения Бога, чтобы стать для нас милостивым и благодатным Богом. Он пришел на землю для нас, и мы называем Его Отцом. Далее мы можем сказать, что Отец истинен, но также Он верный. Это ведет нас в Марка 5 глава к истории об Иаире, начальнику синагоги. Начнем с 21 стиха. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был в лу-море. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его. Иаир был отцом дочери, которая была при смерти. Он был начальником синагоги. Ему нужна была помощь, и Он пошел к Иисусу. Когда Отцам нужна помощь, мы идем к Иисусу. Мы идем в Церковь, мы идем к Духу Святому. Иисусу. Это не правильное поведение отцов, которое мы можем передавать из поколения в поколение. Возможно, у вас хороший отец, но это не пришло автоматически. Он обучался этому. Кто-то сказал мне, «У вас хороший брак, и вы не знаете, что такое плохой брак». Я понимаю, о чем Он говорил. Есть другая часть. Вы не знаете, какой бы плохой был мой брак, если бы я действовал так же, как вы. брак. Вы не знаете, какой бы плохой был мой брат. Если бы я вынуждал мою жену к недовольству, моя жена стала бы вечно недовольной. Она была разочарована из-за меня. Я сделал бы ее такой. Ее вечное недовольство в свою очередь свело бы меня с ума. Я вечно уезжал бы на рыбалку или еще куда-нибудь. Я уезжал бы на футбол, лазил по горам, ходил на футбол. Ну, в общем, уезжал бы от моего брака. Вы знаете, вы знаете это. И вы не знаете, каким бы ничтожным был мой брак. Это истина для каждого из нас. Если ваш брак хорош, это благодать Божья. Картина вечно недовольной жены и постоянно исчезающего мужа обычная картина. Почему уезжает муж? Потому что он чувствует, что он не нужен в доме. вы когда-нибудь думали о том, как мало может говорить наш небесный Отец миру? Вы слышали, как люди говорят? Я не слышу его. Не слышу его голоса. Бог оставил нас. Бог не говорит со мной. Я не знаю, кто он. Он просто ушел. Все молчание Бога это терпение. Этим молчанием Бог говорит, я не такой, как ты. Я отличаюсь от тебя. Если бы ты услышал меня, я сказал бы тебе многие вещи. У меня много есть, что сказать вам. Иисус пришел и обучал. И обучал. Он творил чудеса и обучал. Он был тих и терпелив. Он верный отец. Его имя отец вечности Исаия 9, 6. Ибо младенец родился нам. Сын дан нам. Владычество на плечах его и нарекут имя ему чудный советник бог крепкий отец вечности князь покоя. У Яира была больная дочь и он идет к Иисусу к очень хорошему отцу. Он верный и истинный. отец проповедник убирает три пряди белой шерсти из хвоста собаки потому что он думает что его сыновья очень сильно хотят собаку. Я получаю собаку но теряю своих сыновей. Куда мне пойти чтобы обучиться? Мы идем к Иисусу к этой книге и обучаемся. Давайте продолжим дальше. 23 стих И усиленно просит его говоря дочь моя при смерти приди и возложи на нее руки чтобы она выздоровела и осталась. Жива. В своем сердце сегодня я почувствовал чувство печали от неудачи отца или которая может принести неудача отца. Иаир сказал моя дочь при смерти мы можем сказать так и о ком-то из нашей семьи мой сын при смерти или мой сын покидает меня и уходит из семьи или мой сын циничен со мной не уважает меня восстает против меня. Это может быть не физическая смерть но смерть взаимоотношений состояние души я теряю моего сына теряю мою дочь при жизни вы понимаете это? Да я понимаю и это страшно далее я сдаюсь потому что я теряю мою дочь нет я не сдамся я иду к Иисусу Иисус говорит плод немощно но дух силен это похоже на живые сущности перед престолом на небесах которые не имеют отдыха днем и ночью почему они не отдыхают? Да потому что им не нужно отдыхать для нас мне нужно поспать мне нужен перерыв мне нужно передохнуть эти животные не такие Иисус говорит нам молитесь потому что духу бодро плод немощно Иаир мог бы сказать я сдаюсь никуда не хочу идти сегодня я буду говорить об отцах которые оставляют свои семьи у меня есть книга вера тех кто остался без отца это история о том что происходит в семьях когда отцы уходят что происходит с детьми когда уходит отец почему ты ушел моя жена постоянно недовольна мной почему так потому что я сердился на нее меня никогда не было рядом когда она нуждалась во мне я не любил ее и не был добр как должное мы не были смиренными мы не шли к Богу теперь у моей жены нет мужа а у моих детей нет отца 23 стих и усиленно просит его говоря дочь моя при смерти приди и возложи на нее руки чтобы она выздоровела и осталась жива и Иисус пошел за ним за ним следовало множество народа и теснили его когда Иисус шел его всегда окружали люди у него всегда было что-то у него было свежее слово у него был высокий дух он отвечал на молитвы у него были взаимоотношения с отцом он всегда шел впереди вперед и знал что происходит с ним всегда была надежда и он давал людям надежду он бог истины он единый премудрый бог он бог библии мы принимаем библию в наши сердца и начинаем жить как иисус мы начинаем ходить с ним и к нам присоединяются люди потому что в нашей жизни действует дух божий мы не только плоть но плоти дух когда дух божий ведет в нас у нас появляется служение и так иисус по дороге к дому иаира исцеляет женщину с кровосечением и мы переходим к 35 стиху когда он еще говорил это приходят от начальника синагоги и говорят твоя дочь умерла что еще утруждаешь учителя все точка она умерла твоя дочь умерла не утруждая иисуса сколько точек мы встречали в нашей жизни слишком поздно твой сын ушел он никогда не позвонит вам в день отца ваши взаимоотношения разорваны мое сердце сокрушено но не сдавайтесь не сдавайтесь не сдавайтесь 36 стих но иисус услышав эти слова тотчас говорит начальник синагоги не бойся только вера помоги мне иисус помоги не бойся только веруй не бойся только веруй отец истина он верен и он внимателен отец в этой ситуации и он не сдается он внимателен сколько отцов сдались у того места где по видению была поставлена точка сколько отцов сказали я не смогу мы можем говорить такие вещи которые похожи на следующие он принимает неправильное решение я ему не нужен и он мне не нужен я ухожу нет иисус нет говорит не сдавайся не сдавайся они сказали тебе что она умерла но не сдавайся и только веруй потому что я здесь я бог спасибо господи не сдавайтесь в том к чему вы призваны не сдавайтесь ни в чем к чему вы призваны не сдавайтесь во время коронавируса не сдавайтесь во время финансовых сложностей не сдавайтесь когда ваша жена постоянно недовольна примите совет примите слово проблема не снаружи проблема внутри исполняйтесь духом и не казните себя но назидайте себя в духе будьте ободрены принимайте любовь в церкви принимайте любовь напрямую от бога приобретайте мудрость напрямую от бога от братьев и сестер бог поможет вам обязательно поможет следующий стих 37 и не позволил никому следовать за собою кроме петра иакова и она брата иакова еще раз и не позволил никому следовать за собою кроме петра иакова и она брата иакова и иисус желает чтобы с ним были люди близкие люди которые рядом с ним он хочет чтобы петр яков и иоанн были рядом с ним в комнате и наблюдали и наблюдали за ним ему нужны такие люди которые наблюдали за ним смотрели на него церкви нужны люди которых есть способность смотреть на иисуса хорошо все разваливается но что иисус говорит кто он милость и истину встретились праведность и мир целуются да я хочу быть там в этом общении с богом тогда все остальное встанет на свои места может быть мои дети получат пользу от того что я провожу время с иисусом и позволяю ему произвести его работу и сказать мне определенные вещи иисус отвечает на молитвы он служит нам духом он милует нас и действует в нашей жизни день отца должен быть невероятным праздником не нужно атаковать весь институт отцовства и раздирать его в мои дни были такие изречения предоставьте это бобру или отец знает что лучше предоставьте это бобру это был сериал посвященный семейным взаимоотношениям как же неохотно звучат такие вещи сейчас это просто богохульство говорит отец знает лучше неудивительно что отцы уходят они разочарованы их сердца разбиты в нашей культуре над отцовством посмеивается лобби гомосексуалистов просто изливает всякие гадости с экранов телевидения мы должны думать по другому и Иисус говорит вы трое пойдем со мной я хочу чтобы вы были рядом когда я буду общаться с моим небесным отцом потому что вы тоже отцы и Иисус говорит вы тоже матери вы люди которые заботятся не позволяйте миру говорить вам вы свободны вы служители вы благодатны милостивы истинны и мудры вы будете во время в то время когда будет нужно в нужном месте 38 стих мы продолжаем приходит в дом начальника синагоги и видит смятение плачущих и вопиющих громко мертва ли дочь Иаира да мертва поэтому люди плачут и вопиют громко но Иисус пришел Иисус пришел вы просыпаетесь утром Иисус с вами Иисус с вами это все что нужно для этих людей существует только одна реальность но вот приходит Иисус с другой реальностью да мы устаем мы жаждем мы голодны мы больны мы умираем мы знаем это и для нас это реальность но вот приходит Иисус и говорит в 39 стихе и войдя говорит им что смущаетесь и плачет девица не умерла но спит что она же мертва Иисус говорит нет она просто спит мы говорим мой сын ушел Иисус говорит нет я здесь что ты хочешь я говорю я хочу исцеления я желаю увидеть моего сына я хочу свою семью если мой сын умер и перешел в вечность я увижу его позже мы живем на этой земле в глиняных сосудах да наша плоть немощна но в нас есть Святой Дух это Дух Веры Дух Милости Дух Праведности и Покоя Дух Божий да 39 стих и войдя говорит им что смущаетесь и плачете почему вы плачете мы говорим Господи но это же очевидно такова реальность такова реальность он говорит вы не знаете мир духов вы не знаете престола Божьего вы не знаете кто я и что я могу сделать вы не знаете как я думаю как говорю 39 стих девица не умерла но спит 40 стих и смеялись над ним многие люди будут смеяться над вами из-за вашей веры я перечитываю те местоописания которые касаются сотворения мира молодой земли времени после потопа я испытываю мою веру я испытываю писание его непогрешимость и безошибочность мне нравится размышлять об этом такая глупость что Бог дает нам Библию которая полна ошибок такая глупость верить что Бог только истинен на одном уровне и лжет на другом уровне зачем ему говорить мне ложь об истории человечества и говорить истину о небесах как я могу судить о Библии что истина а что нет это глупость есть только один путь жизни смириться перед Богом и в присутствии мертвой дочери сказать я верю в тебя Иисус и Иисус говорит она не умерла но спит я с тобой Иисус я верю в то что ты говоришь я хожу с тобой когда отец мать пастор лидер директор компании наделенный невероятным влиянием известный игрок футбол и кто бы то ни было если у него есть Христос который говорит с ним его жизнь имеет содержание и имеет ценность жизнь такого человека влияет на других его жизнь нужна нам нужны отцы нужны лидеры нужны мужи духа мужи веры которые будут вести на словах Божьей реальности сороковой стих но он выслав всех но он выслав всех вы можете представить себе что Иисус удаляет вас из комнаты я могу всем выйти из комнаты Петр Яков Раан останьтесь и отец с матерью а все остальные выйдите я могу видеть это жаль говорить это но я могу видеть это так же мы можем сказать вы не нужны нам нам не нужно ваше неверие ваша плоть нам не нужны ваши идеи мнения Иисус здесь и он сказал что девица не умерла но спит мы увидим что произойдет в этой комнате сороковой стих берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним и входит туда где девица лежала сорок первый и взяв девицу за руку говорит ей талифа куми что значит девица тебе говорю встань и девица тутчас встала и начала ходить ибо была лет двенадцати видевшие пришли в великое изумление отец это тот кто говорит истину кто верен кто внимателен он будет рядом и произойдет что-то замечательное подумайте над этой историей примените ее там где вы живете не сдавайтесь бог любит вас бог заботится о вас и ведет вас этот мир нуждается в таких людях как вы по божьей благодати в нашей жизни происходит что-то от бога что намного больше всех вещей этого мира это работа благодати и чудеса бога в присутствии бога нашего небесного отца аминь помолитесь со мной пожалуйста отец иногда мы можем потерять своих сыновей из-за нашей глупости мы можем потерять наших жен потерять наших мужей потому что что-то не работает иногда жизнь очень жестока и печальная но мы идем к тебе ты приходишь к нам идешь в то место где лежит мертвый ребенок обучаешь нас чему-то и ведешь нас в духе помоги нам помогать другим в городе Балтиморе и во всем мире помоги нам возвещать послание служить этим посланием помоги нам и веди нас своим духом святым наполняй нас духом и веди нас путем которым мы должны идти наполняй нас духом если вы еще не верите в Иисуса Христа придите к Нему сейчас как есть и доверьтесь Ему вы будете рождены от Духа Божьего рождены от Бога говорите с Богом как с вашим отцом и Он ответит вам и поможет вам Он спасает вас прямо сейчас по своей благодати Он прощает ваши грехи и дает вам дар вечной жизни скажите Иисусу Иисус Христос спаси меня Аминь